Привет! Это наша новая рубрика, в которой мы показываем самые животрепещущие вопросы, самые актуальные ответы и все самое интересное и важное из Бундеспрессоконференц, федеральных пресс-конференций. Бундеспрессоконференц — это независимое объединение, созданное журналистами. Журналисты платят взносы, содержат небольшой административный штат, из своих рядов выбирают модераторов и приглашают правительство. Главное отличие от пресс-конференций, которые организует правительство, в том, что тут не спикер канцлера выбирает, кто задает вопросы, в идеале согласованные заранее, а каждый член организации получает шанс спросить именно то, что считает важным. Мы поставим Украине третью систему противовоздушной обороны Патриот. Таким образом, Германия неизменно остается вторым донором Украины. Сколько оборонительных систем Патриот останется в Германии для национальной обороны? У нас в общей сложности 12 систем. Сейчас мы отдаем третью. Ситуация зависит от того, предоставлены и проведены ли производителями необходимые регулярные обновления. Эта информация актуализируется на ежедневной основе, и в целях безопасности я не могу ничего сказать о количестве боеготовых систем. После того, как премьер-министр Греции заявил, что страна не будет поставлять Украине системы ПВО Патриот стало понятно, что Германия на данный момент остается единственной страной ЕС, последовавшей призыву Киева предоставить стране эту систему защиты. Третий немецкий Патриот отправится в Украину в ближайшее время. Обсуждали и другую тему, связанную с Украиной, а именно с украинскими мужчинами, проживающими в Германии. Это на фоне того, что МИД страны сообщил о том, что намерен временно приостановить консульское обслуживание граждан мужского пола в призывном возрасте. С вчерашнего дня украинские мужчины призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, больше не могут воспользоваться консульскими услугами в украинском посольстве. Они не могут ни продлить паспорт, ни оформить доверенность, то есть вообще ничего. Наших читателей, среди которых много украинских мужчин, которые легально находятся в Германии, интересуют, что делать, если срок действия их паспорта истек, а продлить его уже нельзя. Это суверенное решение Украины, которое я не могу комментировать от имени МИД ФРГ. Может быть, может МВД. Я уверен в том, что это не повлияет на статус нуждающихся в защите беженцев из Украины, вне зависимости от того, идет ли речь о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчинах. Этот статус действует на территории всего ЕС и обусловлен бегством от российской агрессивной войны. Другой конфликт, который 7 октября 2023 года находит отражение в пресс-конференциях БПК, это военные действия между террористической группировкой Хамас и Израилем. Процент критических вопросов тут сильно выше среднего. Уполномоченный ООН по правам человека Фолькер Тюрк распорядился провести международное расследование массовых захоронений, обнаруженных в двух больницах. Там были найдены сотни тел, в том числе женщин и детей. В связи с этим Amnesty International Germany раскритиковала немецкое правительство за молчание о военных преступлениях в Газе и обвинила его в двойных стандартах. У вас есть заявление по этому поводу? По первой части вашего вопроса. Мы знаем о сообщениях СМИ об этом и шокированы ими. Это происшествие должно быть расследовано полностью. Что касается второй части вашего вопроса, честно говоря, мне трудно это комментировать. Вы знаете нашу позицию по конфликту в Газе, поэтому я не стану комментировать одно отдельное обвинение от НКО. Совершенно ясно, какую позицию занимает правительство Германии в этом конфликте. Хамас должен освободить от заложников. Хамас должен прекратить терроризировать Израиль, и в то же время мы видим, что гуманитарная ситуация в Газе драматична и должна быть улучшена срочно. И за это, конечно, в первую очередь ответственно израильское правительство. Мой коллега уже упомянул заявление Amnesty International. Неважно, с кем я говорю, с дипломатами или с журналистами из Ближнего Востока, независимо от их политической окраски, все сообщают о невероятной потере доверия к немецкой дипломатии в регионе и за очень односторонней позиции правительства. Можете ли вы подтвердить эту драматичную потерю репутации немецкой дипломатии? На первый взгляд оправданный вопрос смелого журналиста, но это если не знать контекст. Отдельным журналистам удается использовать БПК для распространения фейк-ньюс, теорий заговора и для того, чтобы в иностранной прессе появлялись заголовки о несостоятельности немецкого правительства. С 2014 по 2022 Флориан Варвек, задавший этот вопрос, был главой онлайн-редакции российского государственного телеканала Russia Today на немецком, а после запрета вещания на территории ЕС перешел в онлайн-издание Nachdenkseiden. Сайт определяет себя как медиа, выступающая за мир, а на деле регулярно публикует материалы, которые легко можно назвать пророссийскими. Многие авторы Nachdenkseiden раньше работали на Russia Today Deutschland. Газета Zeit назвала портал пропагандистским инструментом, распространяющим нарративы путинского режима под видом призывов к миру. Флориан Варвек смог стать членом бундеспрессоконференц далеко не сразу. Изначально объединение отклонило его заявку на вступление. Он долго судился и в конце концов успешно. Теперь он продвигает свой имидж последнего честного репортера, при этом и регулярно вырывая цитаты из контекста и инструментализируя их, пишут авторы статьи в газете Zeit. Но давайте посмотрим, что на его вопрос отвечает правительство. Я категорично не согласен с вашим анализом и вашей точкой зрения. Конфликт в Газе сильно поляризован, он очень сильно заряжен эмоционально. Но когда я смотрю на переговоры, которые мы ведем с нашими партнерами в регионе, особенно с арабскими партнерами, я вижу тесный диалог и близкие доверительные отношения. На этом вопросе тема конфликта в Газе не была закрыта. Примечательно, что именно в этот день, на следующий день после задержания предполагаемого китайского шпиона в Европарламенте и несколько дней после задержания троих других предполагаемых китайских шпионов, оживились журналисты, работающие на китайскую прессу. Но вопросы задавали не про шпионов и даже не про отношения двух стран, а о нарушении прав человека со стороны Германии. В последние месяцы мы стали свидетелями многочисленных случаев по всей Германии, когда частные аккаунты в социальных сетях использовались в качестве доказательств в обвинениях. И часто это приводило к потере работы. Поэтому я хочу спросить, а допустима ли слежка за частными аккаунтами в соцсетях со стороны правительства и работодателей? Прежде всего, я не могу подтвердить то, что вы высказали в своем вопросе. Если в Берлине было закрыто какое-то учреждение, вам следует обратиться к правительству федеральной земли Берлин, либо в соответствующее управление Сената, либо в полицию Берлина, если полиция в этом участвовала, или в районное управление, если это произошло на уровне района. Нам ничего об этом не известно. И у федерального правительства нет никаких полномочий, которые позволили бы принять такое решение. Да, просто это не единственный случай. И мой второй вопрос о происходящем в целом в Германии, когда публикации в социальных сетях становятся частью обвинений. Поэтому могли бы вы прокомментировать, насколько уместно использовать соцсети для контроля и слежки за людьми? Я не знаю, из каких источников вы это узнали. Я не могу это подтвердить. Что касается уголовного преследования, то, конечно, следственные органы могут в определенных случаях получать доказательства из соцсетей тоже. Но БПК — это место не только для большой геополитики, шпионажа, дискуссий о месте Германии в мире. Многих журналистов интересуют народно-хозяйственные темы. Что вообще происходит с нашим немецким устройством? И когда у нас тут будет передовая инфраструктура? Мой вопрос о внутренних водных путях и о том, насколько обветшали мосты и шлюзы. Многим из них более 80 лет. Насколько велико отставание в инвестициях, которые вы видите? И каков ваш внутренний план по его устранению? Очевидно, как вы сказали, за последние законодательные периоды было сделано слишком мало. По нынешнему состоянию инфраструктуры мы видим, что необходимо наверстывать упущенное. А это связано с социальными и экономическими издержками. Но если оценивать нынешнюю потребность в ремонте, мы можем выделить достаточно средств. Редактор субтитров А.Семкин